Григорий Пронин Мне просто хотелось задать вопрос, точнее попросить тебя рассказать историю о том, как ты начал заниматься тем самым делом, которое нас с тобой, в принципе, и познакомило. Вот, пожалуйста, расскажи. Как обычно, случайно, у нас все великие вещи происходят случайно. История медийная есть, могу медийную рассказать. Да, давай я. Изначально я вообще адвокат, причем налоговый. Страшный человек. Позанимался уголовкой, позанимался экономической уголовкой. Потом я решил отдохнуть, уехал с семьей за границу, поторчали на море. Думаю, надо возвращаться в Москву, ну, как обычно, что-то надо делать. Чем заниматься? Решил позаниматься аксессуаркой мужской. Все, пришел, дал объявление. И тут дочке два с половиной года было. Она говорит, папа, хочу в метро. Я говорю, ну, в метро, зачем тебе в метро? Ну, я не была в метро. Я говорю, ну, ладно, ребенок хочет в метро. Значит, мама с ребенком загружаются в метро. Папа ждет где-то там на другой станции на выезде. Ребенка выходит из метро. Я спрошу, Василиса, мне говорят, ну, как тебе метро понравилось? Она говорит, да. А что ты запомнил? Там столько обуви, она у всех такая разная. Это был один из камней, который, собственно говоря, в этот бизнес был заложен. Второй был еще более смешной. Это на море был такой городишко, где я жил. Там был серб по имени Воя. Местный рыбак, ну, как все эти сербы, ну, точнее, черногорец. Здоровый двухметровый дядька, около 60, который притащил Муринову. Ну, настоящий Муринов, только полтора метра. Ну, побольше, наверное, у меня тут вот такая вот такая вот такая. Как у всех хабабов, вот такая. Как в самом анекдоте, да? Вот такая вот Мурена. И он мне говорит, слушай, хочешь попробовать? Я говорю, что никогда не ел Мурена, давай, конечно, разделаю. Ну, не отдает это Мурена, я приношу ее домой. Пытаюсь ее разделать, а она не режется. Вообще ничем. Я, значит, как там, ножом пытаюсь подцепить, она не цепляется. Я пошел в магазин, купил другой нож дома. Думаю, ну, новым ножом сейчас я ее разделал, не режется. Кое-как филейным ножом эти полтора метра я, значит, раскроил. Прихожу к Войю, говорю, Войя, слушай, дружище, ну, ты тут живешь, расскажи мне, как ее разделать? Он говорит, ну, а ты как ее разделал? Я говорю, ну, как ножом филейным, вот это вот полтора метра. Он говорит, вот, дурак ты, надо было чулком. Ну, как там, все шкурки снимаются, чулком снимаются. Говорю, слушай, она вообще не режется, из чего она состоит. Говорю, да из нее ботинки надо делать. Это было второй камень на токе. Я начал заниматься этим бизнесом. Да, мы убежали, там клиенты пришли, и мы подумали, чем ждать, и пока они уйдут, мы лучше переместимся. И продолжаем разговор, мы ждем третью историю. Да, третья история. Да. Третья история, еще прочее. Значит, я приехал в Москву, дал объявление на поиск персонала, а девочка, которая мне помогала подбирать персонал, она говорит, Никит, займись обувью. Я говорю, Оля, 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 обувь, это вообще, это невозможно. А, Никит, проси, просто я не понял, и мне кажется, многие слушатели тоже не поняли, точнее, зрители. Аксессуарка, это что значит? Аксессуарка, сумки, портфель. Изначально был расчет, ну, и хотелось этим позаниматься. Что этим вообще мало кто прилично занимается в Москве. Вот, и тут пришел, пришел, пришел на собеседование техноук Анатолий Семенович. Со словами, здрасте, я техноук. Принес вот женскую обувь, вот она у вас стоит в салоне. Я говорю, ух ты, а ты кто? Ну, и через 15 минут разговора с ним было понятно, что мы работаем. Мы занимаемся обувью с завтрашнего дня. Вот, и так оно и пошло. Это тот человек, который сейчас здесь был? Вот, который был, да, который примеряет, да. Это человек, который открываешь трудовую книжку. Вот, это написано, там, обувщик, 77-й год. И так, спросить нечего уже. Спросите, разбираетесь в обуви или нет? 77-го года, разбирается. Делает. И вот ты начал заниматься обувью. И вот начал заниматься обувью, да. Никита, а почему это, ну, такой вопрос дилетантский, может быть. Почему не стал заниматься торговлей? Почему не стал заниматься, почему не стал работать на каком-то крупном предприятии и работать на дядю? Ну, могу патриотично, могу не патриотично. Давай. Патриотично, патриотично. Ну, потому что в России должно быть производство своей обуви. И должна быть дорогая обувь, и должна быть обувь на заказ, и должна быть на хорошем уровне. Это нормально. И странно, что этого так мало. Очень мало людей в Москве этим занимаются. Понятно почему, потому что традиций не хватает все-таки у нас, как и с костюмами, так и с обувью. Но ничего, победим. Не патриотично, цинично, потому что только в рамках производственного цикла у тебя есть возможность формировать добавленную стоимость. То есть я верю в то, что в производстве есть добавленная стоимость, и он достаточно. И те, кто говорят, что производство в России не рентабельно, они ошибаются. Производство в России рентабельно, это сложно, это дорого, это куча проблем самых разных. Но, тем не менее, я очень верю в то, что это хороший, эффективный бизнес. Может быть, успешно. Никит, а скажи, с какими проблемами ты столкнулся, ну, кроме как персонал, это, наверное, первая проблема. Что сложно найти людей. Может быть, я ошибаюсь. Мне в этом плане повезло, потому что я, собственно говоря, ребят забрал закрывающееся ортопедическое производство. Поэтому у меня там был уже изначально штат специалистов, который почти сразу приступил к работе. Который обучаем, разбирается и уже был под опром. Поэтому у меня там этап стартапа, то есть, в котором долго-долго набираются люди, он у меня прошел достаточно безболезненно. Проблема с руками глобальная. Среднеспециальное образование у нас вылетело полностью за 20 лет. Понятно, что кто-то ушел из изувщиков в торговлю, кто-то ушел в ремонт обуви. Квалификация и так была невысокая, стала еще ниже. Это понятно. Вторая проблема – кожа. Россия является одним из крупнейших поставщиков в Европе полуфабрикатов кожевинных. Все выгребается на экспорт повально. Заводы кожевинные, советские гиганты, закрываются. Работать с импортным сырьем можно. Тут другие проблемы возникают. Система контроля качества при отгрузке, отбор материала. Это тоже третий такой глобальный пласт. Это, наверное, скептиз. Скептиз такой здоровый. Скептиз. А что это я буду заказывать обувь? Я пойду магазин куплю. Тем более так дорого. Как ты отвечаешь на такой вопрос? Ну, дорого, дорого, дешево. Это вопрос дохода, в первую очередь. То есть те, кто шил уже обувь на заказ на Западе, ну, понимают, сколько это стоит там. Две евро. Положи, пожалуйста, сюда. Потом будем разговаривать. Слушай, но у вас подешевле. У нас подешевле, да. Ну, это временно. Те, кто не шил, ну, понятно, да. То есть, когда ты приходишь в магазин, видишь обувь за 15 тысяч, ты думаешь, вот, наверное, возьму, и вот это мне вроде подходит. Ну, если нет анатомических особенностей стопы, которые надо учитывать, то можно спокойно пойти в магазин купить. Если анатомия уже началась или она была, это травмы, это разная длина ноги, это все, что будет. Это неправильная обувь, которую с детства носишь. Кеды, например. Это плоскоступие, это плоскоступие ортопедии глобально. То есть, это какие-то возрастные изменения, это изменения, связанные с лишним весом. Ну, много всяких особы. У кого-то подагра, подагровые косточки, да. У кого-то просто переломы голеностов, у спортсменов чаще всего, да. Никитец, я спрошу по-другому. Ты идеальные ноги-то видел вообще, чтобы не было никаких осознений? Я видел двух одинаковых ног. То есть, вот мы делаем обувь по индивидуальной колодке, да, и вот эти колодки, ну, вроде смотришь, что человек, кстати, тут 42, и тут 42. Вот начинаешь смотреть на слепок ноги или на колодку, и понимаешь, что они, наверное, принципиально вообще разные. То есть, они по-разному устроены. Там, в разных местах, точки опоры, и думаешь, господи, а как эти люди вообще, как каждый из них может что-то купить в магазине, это же неудобно. И в этом, собственно говоря, соль бизнеса. Потому что те, кто приходят, те, кто заказывает там одну, две, три пары, не дай бог, он заказал третью, это значит, что он придет за четвертый, за пятый целый. Это отлично. Это на самом деле, да, это штука, когда ты понимаешь, что вот собственный комфорт, тебе становится дороже денег. И вопрос стоимости в обуви, это вопрос собственного комфорта. Ну, я так не скажу. Можно поиграть в дизайн, вот у меня, по крайней мере, позиция, да. Дизайн, это здорово. Три, вот, базовый гардероб, как базовый гардероб, да, вот, у тебя должен быть там, должен быть черный костюм. Ну, просто вот, эземаст, да, там, синий костюм, серый костюм. Какие-то базовые вещи, которые у тебя должны висеть на, там, всякие дежурные случаи. То же самое с Олфи. То есть, когда ты укомплектовался уже обязательно, да, там, под классический костюм, под неклассический костюм, под джинсы, когда у тебя этот гардероб закрыт, можно поиграть в дизайн. Можно поиграть с цветом, можно поиграть с моделями, можно поиграть с разными типами кожи, можно поиграть в экзотику. Можно, ну, можно много во что. В татуировку на ботинке, в рисунок на ботинке. Это как раз направление, про которое ты мне рассказывал сейчас, да, татуировки? Да, сейчас будем делать обувь, татуировать обувь. Вот, и, ну, скорее всего, я думаю, что пойдет больше в женскую обувь. Это рисунок. Интересно. То есть, девочка-художник, которая наносит несмывающийся рисунок на ботинок по любому эскизу или по разработанному эскизу. Мы будем пробовать, будем смотреть вот на синие обуви. Я думаю, что они прикольные для. Интересно. Я просто еще в тему хочу добавить о том, как становиться клиентами. На самом деле еще есть такое понятие, как круговорот клиентов в природе. Вот, например, клиенты, ну, ты же у нас сейчас принимаешь заказы в салоне. Те люди, которые приходят обувь покупать, они и заинтересовываются нашими услугами, и становятся нашими клиентами. Наоборот. Вот сегодня, пожалуйста, пришел дедечка взрослый, да, заказал костюмы, сорочки, попросил сделать две пары обуви. В мои клиентки приходят, говорят, ой, слушай, у меня джинсы нужны, давайте вот сейчас сделайте, вот тот деним, вот там вот полочка отдельная для него, и можно что-то повыбирать, да? Да, слушай, Никит, ну на самом деле мы перешли в какую-то тему рекламы, что ли, даже не знаю, я не хотел об этом говорить, да, мне больше интересует твой опыт, как вот человека, который реально начал заниматься любимым делом, или я ошибаюсь, это вообще то, к чему ты стремишься, то, чем бы ты хотел в жизни заниматься, или есть еще какие-то дела? Не, ну дела-то еще всегда у всех есть, да, их много. Это хорошее, интересное направление, я не ожидал, то есть у меня был большой, колоссальный опыт в консалтинге, и не было абсолютно опыта в производстве, и это, конечно, консалтинг от производства отличается диаметрально, это намного сложнее, многогранный такой процесс, это интересно, это прикольно, это интересно, я не знаю, чем это закончится, может, мы когда-нибудь закроемся, я скажу, господи, я не подвел итог, все, 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 я никогда об этом не вспомнил, но пока, по крайней мере, мне опрет, мне нравится. То есть, кроме как, ну, какой-то прибыль ты вообще начал получать с этого дела или еще нет? Ну, это не убыточный бизнес, я так аккуратно скажу. Отлично, и в то же время еще и эстетическое удовольствие тебе доставляет, и тебе нравится этим заниматься. Знаешь, тут как бы бизнес, которым можно реализовать себя очень по-разному, потому что если тебе хочется заниматься административной деятельностью, да, то, пожалуйста, подгоняй персонал, работай над системой продаж, занимайся чистой административкой. Если тебе хочется покреативить, посидеть, ну, пожалуйста, посиди, поутверждай модельный ряд, посиди, посмотри, какие технологии еще можно применять, как можно там где-то что-то изменить. Во внешнем виде ботинка посидеть над модельными, поколупаться, женские модельные ряды внедрить, детскую ортопедию работать, еще что-то, еще что-то, еще что-то там. Поэтому это такая очень, очень много, можно еще заняться фотографированием обуви. А если тебе нравится путешествовать, ты можешь поехать куда-то, на какой-то склад, в склад в глубинку России. Ты смеешься, у меня запланирована поездка в Марокко, потому что в Марокко одна из древнейших технологий выработки кожи вот в этих чанах, вонючих, вонючих, все, вот туда я обязательно хочу съездить, посмотреть, поснимать, пофотографировать в свое удовольствие, собственно говоря, из-за того, что что-нибудь прикупить там хорошего. И поездка во Францию за козьей кожей. Вот так вот. Так что я это приятно и с полезным. Так, Никит, ну это было наше знакомство, сейчас я попытаюсь перевернуть камеру, чтобы нас обоих было видно. Так, присяду рядом с тобой. Никит, ну я, наверное, скажу подписчикам и тем, кто увидит, тем людям, которые увидят этот ролик, что они могут задавать тебе вопросы как по обуви, так и по твоему делу, может быть, ты поделишься своим опытом. Если кто-то думает, ну, найти себя в жизни, сменить сферу деятельности, может быть, он тоже что-то подобное у себя в голове вынашивает эту идею и, может быть, какой-то совет ты ему дашь, если он задаст вопрос. Ну, простой совет, дорогой, если ты идущий. Согласен. Спасибо. Вот, ну, в общем, друзья, задавайте свои вопросы по обуви и вообще для Никиты Злобина, и мы будем снимать еще ролики и отвечать на эти вопросы с Никитой. Все, пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры создавал DimaTorzok